Привет всем любителям фрирайда! Мы снова в магазине VR Freeride и продолжаем нашу историю сноубордического бренда TELOS. У меня в руках очень веселая доска, которая, точнее, для вас станет очень веселой. Это офигенный универсал. Доска широкая, но коротенькая. Такие доски в последнее время очень модно стало делать. Но это говорит лишь только о том, что такие доски стали более востребованными. Такая доска обычно выбирается сантиметров на 10 короче, чем ваша обычная доска. То есть, в принципе, например, мне с моими 85-ю килограммами 153-я доска вполне подошла бы для универсального катания. Хотя, лично я бы для себя выбрал все-таки 158-ю. Она подлиннее и в павдере будет лучше вытаскивать. Что в этой доске интересного? Как я уже сказал, она короткая и широкая. У нее достаточно длинный и широкий нос. Талия для многих брендов была бы из серии Wide для бигфутов. Но на такой доске вполне можно кататься с обычным 40-м или 41-м размером ног. Ничего страшного. Доска достаточно жесткая. Имеет жесткость 8 из 10. Прогиб у нее кэмбер. Опять же, такой без ярко выраженной арки. А ровный и гладкий посередине. Если мы нажмем в серединку, то две мини-арки увидим под креплениями. Доска охрененно подходит для карвинга по вельвету. Она просто будет этот морозный утренний снег резать как масло. А также, благодаря своей направленности, смещению креплений назад и, опять же, разницей между шириной носа и хвоста, она будет спокойно глиссировать в целине. То есть, доска, опять же, универсальная. Подходит как и для катания во фрирайде, так и для катания по жестким трассам. Очень рекомендую. Доска действительно веселая. И она, когда только бренд в прошлом году заявился на международную арену, в Америке происходили тесты разных брендов. То есть, сами бренды участвовали в этих тестах, но они не могли голосовать сами за себя, могли голосовать только за какие-то другие бренды. И вот эта доска получила там первую премию как самая веселая и интересная доска сезон на 18-19. Такая же в точности форма, такая же в точности конструкция. Это сплит той же формы. То есть, по сути, это распиленный пополам бэкслэш. Собственно, так оно и есть. Здесь есть такая фишка, как закладные под крепления, под крюки. То есть, вот крюки. Здесь дырок нет. Это плюс для сплита. Хвост. Достаточно большим куском алюминия укреплен. И нос тоже. То есть, поэтому доска будет достаточно прочной и не будет отбиваться от камня при восхождении. Опять же, сюда требуются специальные крепления. На данный момент, наверное, в нашем магазине нет, но я думаю, не составит труда найти на просторах отечественного интернета. Следующая доска – это Swallowtail. Называется он Ride & Seek. Эту доску непосредственно сконструировал один из идейных вдохновителей бренда, который имеет огромный опыт как катания на таких досках, так и их конструирования. Он работал и в Apocalypse Snowboard у режиссера Алана и в Асноубордс, и еще в нескольких фирмах, связанных с фрирайдными досками. Это классический Swallowtail с прогибом кембер, который будет держать в случае, если вы выехали на ней на жесткий снег. Длиннющий загнутый нос, и он не дребезжит, когда вы катаетесь на большой скорости по жестким трассам. Раздвоенный хвост будет улучшать, так скажем, делать резанные повороты, когда вы на него нажимаете. Из-за того, что раздвоенный хвост мягче, чем цель целиковый, повороты ваши будут несколько более резкими. Здесь обычный деревянный Woodcore. Про скользяк я не сказал. Скользяки практически во всех досках это графитовый обычный черный скользяк, самый, так скажем, быстрый из доступных дешевых скользяков. И только на фристайльных моделях используется скользяк более дешевый, но более пригодный для ремонта. То есть на такой доске я лично покатался уже на Камчатке, на хилибординге было очень-очень весело. Несмотря на свою длину, она вполне хорошо управляется, перекантовывается очень быстро. По лесам, по кустам камчатским было вполне комфортно на ней кататься. Такую же доску вы видите в сплит исполнении. Доска 169-я. Есть еще 179-й вариант Ростовки, совсем уж для любителей огромных дуг и глубочайшего снега. Теперь про две доски, которые Телос представляет как фристайльные доски. Телос представляет первую доску для фристайла. Это модель называется Челум. Не буду рассказывать, что такое Челум. Вы, я думаю, сами все знаете, но реально на этой доске особо не почилишь, не покуришь, потому что эта доска реально экспертного уровня. Она достаточно жесткая для подготовленных сноубордистов. Это Твин с прогибом кембер. То есть он предназначен в основном для паркового катания. И в пайпе на ней можно зажечь. Форма доски имеет отношение, наверное, к дизайну, а не к техническим характеристикам. Ну, такая необычная коронаобразная форма для самых крутых фристайлистов. Дизайн минималистичный в черном стиле Телос. В общем, это доска для продвинутых фристайлистов. И последняя, но все-таки немаловажная доска в коллекции. Это универсальный сноуборд достаточно мягенький и подходящий для начинающих с небольшим уклоном тоже во фристайл, потому что это собственно тоже Твин. Он помягче, его коэффициент жесткости заявлен как 4, но она действительно достаточно мягенькая доска. Как я сказал, здесь и на предыдущей доске скользяк чуть подешевле, но больше пригоден для ремонта. То есть на такой доске вполне можно учиться кататься, можно изучать какие-то базовые трюки, пытаться делать какие-то трюки флет. В общем, сноуборд бренд Телос подготовил свои доски для совершенно разного уровня людей, начиная от начинающих, заканчивая экспертами как во фрирайде, так и во фристайле. Еще один момент. Боковая стенка у досок для фристайла это обычный пластик, а у более дорогих фрирайдных универсальных досок и у сплитов материал сайдвола полиуретан. Этот материал мягче и таким образом конты демпфированы самой боковой стенкой. Там не надо не подкладывать каких-то резинок под них. благодаря мягкому материалу боковой стенки конты не подвергаются такой вибрации как с обычными пластиковыми АБСами. Сноуборды Телос вы можете найти во всех наших магазинах Москва, Санкт-Петербург, Перми, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. Представлен полностью весь модельный ряд. Мы являемся дистрибьюторами этого бренда, поэтому он включен во все наши магазины. Всем удачного катания. Катайтесь, берегите себя. Сейчас очень лавиноопасно. Редактор субтитров А.Семкин